Торжественная церемония награждения заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам прошла в областном центре молодежного творчества. Триумфаторы смело могут говорить словами президента нашей страны «Время выбрало нас» и добавлять, что они сами кузнецы своего счастья. 67 лауреатов дипломов 1, 2 и 3 степеней – дипломов, которые дают возможность поступить без экзаменов в лучшие вузы страны. А значит, что они – будущие интеллектуальные элиты и представители престижных профессий. Традиционно в первом регионе высокие результаты показывают города Брест, Баранович и Пинск, а также Лунинецкие и Кобринские районы. В Брестской области с 2006 года стало доброй традицией честить победителей заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Учредителями премии являются Брестский областной исполнительный комитет и Брестский областной совет депутатов. В этом году в копилке первого региона 67 дипломов 1, 2 и 3 степеней. Это на 9 дипломов больше, чем в прошлом году, но мы понимаем, что нам все равно есть над чем работать и дальше стараться. И в работе педагогов, и во взаимодействии с университетами Брестской области, ну и с самими, конечно, ребятами, учащимися в наших учреждениях образования. Кроме того, хочется подчеркнуть, что среди 67 ребят-победителей 10 человек являются уже многократно победителями Республиканской Олимпиады. 30 победителей – это наши выпускники, 11-классники 2024 года. Ребята, которые уже имеют преференции выбора любого учреждения высшего образования нашей страны, по которому профильным предметом является предмет, по которому учащийся стал победителем. Среди лауреатов конкурса и учащиеся Брестского областного лицея имени Машерова. В этом году трое лицеистов получили награду за свой нелёгкий труд. Традиционное учреждение образования завоёвывает победы в биологии и географии. Участие в Олимпиадах и тем более в заключительном этапе республиканском – это одна из приоритетных задач. Мы работаем на это, наши ребята, наши педагоги готовятся. Ну, если говорить по этому году, у нас три победителя заключительного республиканского этапа Олимпиады – это биология и география. Две девочки – биологи и у нас парень – географ. Взяли дипломы, мы очень гордимся ими. Но, конечно, знаете, это тот случай, когда всегда хочется больше. Тем более есть квалифицированные педагоги, есть ребята, которые хотят показывать результаты, хотят таким образом утверждаться, и это мы приветствуем. Поэтому мы работаем над тем, чтобы таких ребят было больше и чтобы больше педагогов были вовлечены в этот процесс. Поэтому нам очень важно, чтобы на этом мероприятии и другие ребята посмотрели, как чествуют лучших, и сами этих лучших брали как образец, занимались и добивались новых побед на Олимпиадах. В этом году я стала победителем заключительного этапа по биологии. Я очень кажусь своим результатом, и я очень рада, что я достигла таких высоких результатов. Хочу выразить благодарность своему любимому учительному Ирине Никифоровне Богдан, ведь без нее я бы не достигла таких высоких результатов. Мы приезжали в лицей, мы занимались, мы читали очень много теорий, а также решали различного рода задания прошлых лет. В основном это 2000-2012, 2014. Задания были сложные, но благодаря нашему учителю мы легко справлялись. Итоги долгих месяцев и бессонных ночей труда – вот как юноши и девушки называют свою награду. Они покорили свой Олимп и готовятся начать новый жизненный этап – студенческую пору. Мы участвовали в Олимпиаде по французскому языку, и сегодня мы собрались здесь все, чтобы отпраздновать нашу победу. Я заняла второе место на республике и первое место на области. Я сейчас пока что еще в 10-м классе, но чтобы в следующем году было проще поступать, это для меня как опыт. И в следующем году уже будет проще снова занять место и поступить в университет. Я заняла третье место на республике и первое место на области. Я поступаю в Белорусский государственный экономический университет на факультет международных отношений. Так как я знаю несколько языков – арабский, французский, английский и русский, я бы хотела что-то связанное с языком. На сцену поднимались и те люди, благодаря поддержке и знаниям которых ребята и получили заветные места – педагоги. И видеть трепетное взаимодействие опытных учителей и их воспитанников, которые вот-вот покинут родные стены, очень трогательно. Подрахтовка была процессом долгим и тяжким, складанным. И это мой четвертый год в Олимпиадном рухе. И я могу сказать, что первые два годы наполненно были наибольш важными, потому что именно в них я набрала всю ту базу, которая позволила мне зараз опануться тут. И этот год был больше удоскональванием разных дробей, подробностей. Коли сказать про уражение самой Олимпиады, то в этом году Олимпиада пройшла на больше высоким, чем, звучайно, узроуне, простое, что проходило в областном центре, в Витебске. Александра одна из самых значимых учениц, выпускниц нашей школы. Я ее приметила еще в седьмом классе, потому что эта девочка с очень высоким, большим кругозором, очень трудолюбивая, ответственная. И мы решили поставить перед собой самые высокие цели. Конечно, на этом пути, 4 года мы участвуем в Олимпиадах разного уровня, но были разные моменты, и хорошие, и плохие, но мы целенаправленно шли вперед, и наконец-то к концу школы достигли своих самых больших высот. И я благодарна Александре за то, что она была у меня в жизни, потому что есть ученики, которые оставляют след и в душе учителя в жизни, поэтому я буду вспоминать ее с благодарностью всю оставшуюся жизнь. Желаю ей всего, исполнения всех ее мечт, пускай все исполнится, все будет так, Сашечка, как ты хочешь. Я тебя очень люблю и желаю тебе всего хорошего в этой жизни. После торжественной части в честь талантливой молодежи и их педагогов прошел праздничный концерт, где выступили лучшие коллективы Первого региона. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.